здравствуйте меня зовут никита и сегодня мы поговорим с вами о том как начиналась великая французская революция каковы ее истоки откуда произошел этот серьезнейший конфликт между разными социальными группами но давайте по порядку для начала поговорим о том что происходит в торговой и экономической сфере во франции эпохи окончания 18 века в середине и соответственно в конце 18 века в стране наблюдался подъем промышленного производства также торговли увеличивалось количество мануфактуры вроде даже королевская власть всесильная абсолютистская королевская власть во франции спонсировала строительство данных мануфактур франция в принципе была очень крупной морской а также что важно колониальной державой и поэтому она могла проводить очень такую масштабную внешнюю политику в том числе и торговую внутреннюю торговлю франция однако стесняли таможенные границы которые существовали между отдельными регионами страны они остались еще со времен феодальной раздробленности когда единого французского королевства не существовало а существовал королевский домен вспоминаете что это такое а также отдельные территории различных феодалов разного могущества кто-то посерьезнее кто-то послабее но каждый из них устанавливал свои налоги устанавливал свои непосредственно пошлины на ввоз и вывоз товара со своих территорий это очень сильно ухудшало ситуацию для торговцев и ремесленников они не могли просто так из того же парижа вывести какие-то товары в лиль им приходилось платить дополнительные налоги для этого это стесняло производство и торговлю что еще стесняло развитие франции разумеется сословие франция так называемого старого порядка то есть того той системы отношений внутри общества и отношение общества с государством которая сложилась до революции во франции основой этого старого порядка было сословное устройство общество и так общество разделялось как можем с вами видеть на три сословия первым сословием являлось духовенство вторым дворянство и третьим сословием являлись все остальные а вот об этих всех остальных впоследствии мы будем с вами говорить обратите внимание на карикатуру сразу становится понятно где кто находится мужчина с крестом это разумеется представитель духовенства мужчина в прекрасной шляпе это разумеется дворянин и все они живут и оси в данный момент сидят на горбу бедного представителя третьего сословия а не просто так появлялись такие карикатуры в середине 18 века если первое второе сословие являлись привилегированными они были освобождены от уплаты налогов могли владеть собственностью то все третье сословие занималась тем что платила налоги за всех остальных вот почему появлялись такие карикатуры причем третье сословие было очень и очень пестрым а там были как бедные крестьяне так и богатейшие буржуа кто такие буржуа во франции 18 века это все кто зарабатывает интеллектуальным трудом например учителя или те же юристы врачи экономисты а также многие а те кто занимается промыслами и торговлей это торговцы ремесленники все те кто может вот заработать достаточное количество средств в основном буржуа жили в городах это и главное отличие от крестьян так вот все они были единым сословием разумеется ни тех ни других это не устраивало тем более что третье сословие не имела абсолютно никаких привилегий и платила все возможные налоги но поговорим о самых бедных и самых многочисленных о крестьянах из 25 миллионного населения франции к 70-м годам 18 века 22 миллиона только представьте 22 миллиона из 25 были крестьянами и самое ужасное для франции того периода они были лично свободными но не являлись собственниками своей земли они могли и продать заложить обменять докупить землю они тоже не могли это все стесняло развитие богачей и затрудняло жизнь бедняков из-за этого крестьяне еще 7 страдали от налогов которые напомню взымались только с представителей третьего сословия католической церкви они платили десятину подушную подать они платили королю и вот уже у них не оставалось ни одной золотой монеты чтобы купить себе кусочек хлеба и это обнищание деревень приводило к тому что огромное количество бедняков голодранцев приходило в города и в этих городах они осваивались просили подать и просили милостыню или пытались устроиться хоть на какую-то работу разумеется такая вот такое накопление бедноты она приводит к бунтам она приводит к мятежам и такие мятежи появлялись назывались они хлебные бунты они так назывались потому что крестьяне буквально залезали в чужие амбары и крали зерно или уже готовый хлеб потому что просто не было не было ничего из еды у самих тех крестьян в это же время наблюдается не только кризис сословной системы но и кризис системы абсолютизма абсолютистская власть во франции абсолютная власть короля в этом государстве она была стабильно еще с незапамятных времен и 18 веке король продолжал быть абсолютным монархом он обладал абсолютной властью однако к 70-м годам 18 века вследствие неудачной внешней политики очень активной может даже чрезмерно активной внешней политики королевская власть очень сильно дискредитировала себя она потеряла свой авторитет перед народом и в связи с этим начинаются активные атаки на абсолютную французскую монархию со стороны парламента парижского вспомните такой судебный орган а также других судебных органов где заседали представители третьего сословия вот она главное сословие который начнет бороться за свои права в годы революции людовик 15 правитель начала и середины 18 века несмотря ни на что продолжал жить по принципу который ему приписывается историками после нас хоть потоп уверен вы слышали подобное выражение такое считается что именно людовик 15 его изобрел он жил именно по этому принципу и довел государству до полного разорения в итоге его наследник людовик 16 его внук а получает государство абсолютно раздраенная казна пустая делать что непонятно да и тем более сам наследник был мягко говоря слабоват он был не опытен он был нерешителен и он явно не знал своей страны он не выезжал за пределы королевского дворца и угодий в версале он даже не был в париже он не знает как то его подданные у него в глазах рисуется картинка что все французы счастливы что ничего не нужно менять но вот проходит время и понятно становится что надо что-то изменить и эти перемены начинаются а этот самый старый порядок он окончательно надоел третьему сословию третье сословие требовало перемен вспоминаем как происходили эти перемены в той же англии или под каким воздействием каких идей могли происходить перемены во франции разумеется это идеи просвещения идеи философа просвещения вспоминаем что именно французские философы были главными в общем-то первопроходцами в эпоху просвещения писали различные политические проекты политического переустройства страны в первую очередь своей собственной и поэтому очень сильно очень под очень сильным влиянием находились французы в это время не видели все эти идеи и они верили что они могут их осуществить наступает глубокий экономический кризис король в это время наконец под давлением придворных некоторых наиболее смышленых а также народных восстаний склоняется к политике реформ назначает министром финансов тюрго крупнейшего экономиста эпохи просвещения а тюрго отменяет твердые цены на хлеб действительно таким образом хотел простимулировать ускорить развитие экономики чтобы каждый мог устанавливать ту цену которую он хочет и таким образом люди должны были больше работать чтобы иметь возможность получить тот самый желанный хлеб однако именно в это время во франции началась целая целая череда не урожаев 1774 года начинается не урожай и цены на хлеб потому что твердые цены отменили резко возрастают люди из-за того что хлеб в дефиците начинают поднимать на него цены начинается восстание бедноты который не может себе позволить подобный хлеб подобный за подобную стоимость и в это время под давлением народных восстаний людовик 16 нерешительный монарх принимает решение что легче ему пойти на поводу народа и уволить отправить в отставку этого самого министра экономики тюрго а министр финансов тюрго его постановление отменить ввести обратно твердые цены на хлеб но это не улучшает ситуацию дело все в том что не урожаи продолжаются а король не может без своего министра финансов решить эти вопросы он не знает как это делать а и поэтому к 88 году начинается уже реальный голод во франции люди просто умирают из-за того что не могут получить должного количества пищи а в это время его двор с во главе с его женой королевой марии антуанетты развлекается тратит деньги и не думает о том что где-то умирают люди их подданные которым они должны служить ради которых они должны править об этом никто не задумывался и вот в один момент самые доверенные доверенные люди короля ему сообщают сир а казна опустела у нас больше вообще нет денег никто нам больше взаймы не даст ни за границей не во франции никто не верит что вы сможете вернуть деньги и король остается в буквально ни с чем он не понимает как нужно решить эту проблему и вот он обращается к старому прямом смысле этого слова дедовскому способу он принимает решение созвать генеральные штаты вспомните как давно мы не говорили с вами о генеральных штатах давным-давно еще в начале 17 века генеральные штаты в последний раз бы собирались после этого больше ста лет о них никто ничего не слышал и вот теперь он принимает решение людовик 16 собрать представительство всех сословий чтобы они разрешили ему ввести новые дополнительные налоги только благодаря этому людовик 16 пытался поправить свое положение и это как оказалось будет его роковой ошибкой дело все в том что вы на собрании генеральных штатов открылся версаль в 1789 году для того чтобы собрались представители всех сословий и король сразу же после приветствия потребовал чтобы его идею о дополнительных налогах приняли к действию и больше ничего он взамен не предложил конечно же это вызывает в буквально мятеж буквально негодование третьего сословия и третье сословие все депутаты от этого сословия объявляют себя национальным собранием они представляют теперь не сословие обратите внимание они представляют всю францию все всех людей которые живут во франции они представляют французскую нацию в этот момент один из первых разов когда появляется данный термин а важно то что постановление национального собрания нельзя было отменить и что интересно многие здравомыслящие представители первого и второго сословий которые тоже уже решили что старый порядок окончательно себя исчерпал они присоединяются к национальному собранию король негодует он против того чтобы они собирались без его ведома однако несмотря на его запреты в зале для игры в мяч потому что весь версаль был закрыт был открыт только вот этот спортивный зал буквально в буквальном смысле этого слова депутаты третьего сословия депутаты национального собрания дают друг другу клятву что они не разойдутся пока не примут конституцию франции а после этого с этого события национальное собрание становится учредительным собранием то бишь собранием представителей французской нации которые должны учредить организовать новый государственный порядок во франции все король уже значение не имеет всю всю игру на себя берет учредительное собрание но революция еще не началась революция начнется когда народные массы поднимутся против существующего режима и это происходит совсем скоро после объявления учредительного собрания король не соглашается с доводами а представителей собрания и начинает тайно вводить войска в париж слухи расходятся что войска будут сконцентрированы в главной политической тюрьме парижа бастилии на тот момент в бастилии содержалось всего пять или шесть до сих пор точно неизвестно арестантов то есть по факту совсем ни о чем не говорящая тюрьма однако тот тем символом бастилия была что ее необходимо было разрушить бастилия была символом королевского произвола в бастилию отправляли тех кто был не согласен с позиции короля именно поэтому в эти предреволюционные времена люди ополчились на бастилию узнав что там тем более будут сконцентрированы королевские войска захватили оружейный склад и начали штурм бастилии и 14 июля 1789 года бастилия как видите по изображению начала уничтожаться впоследствии за несколько месяцев по кирпичикам была разложена эта крепость этот эта тюрьма а и ее разрушение стало символом начала великой французской революции символом падения абсолютистской власти во франции людовик 16 опять же поступает со своими принципами и ищет возможность компромисса он соглашается с доводами учредительного собрания и признает правомерность этого собрания после этого ледовик 16 становится героем нации он в отличие от других к возможных королей не стал воевать со своим народом он согласился при минимальных жертвах после взятия бастилии согласиться с домами с доводами учредительного собрания однако позже все изменится что дальше происходит после взятия бастилии королевских чиновников всех отстраняют от управления государством всю власть свои руки берут те самые представители третьего сословия богатые банкиры юристы купцы они достаточно образованы чтобы заниматься реформами внутри страны в париже также формировалась новая армия национальная гвардия королевского гвардия была распущена и и начальником стал маркиз дала файет который до этого также зарекомендовал себя как очень отважный воин за свободу за свободу американских колоний от англии где он также был в числе тех кто решил помочь американцам биться за их права в это же время однако поднимаются новые крестьянские восстания ведь все также нельзя решить главный вопрос а как же дать крестьянам достаточно хлеба и учредительное собрание предпринимает решение начать полосу важнейших реформ начинается отмена феодальных или по-другому синериальных привилегий все крестьяне становятся полноценными владельцами своих земель феодальная система начинает разрушаться сословная система будет вскоре тоже разрушена но об этом мы поговорим с вами впоследствии большое спасибо за внимание и до встречи